Нет ни одного стримера, который мне был бы интересен Смотрите, Хесус может быть интересным стримером Но этот ебан смотрит эту ссаную просрочку Беременна в 16, пошел он с этим контентом Иди ты нахуй А какой контент, по-твоему, должен быть? Как у тебя, что ли, сидит на фоне твича белого, светлого И просто что-то пукает, как старый дед Сидит, перейдет, душит, душит и душит, сука, весь стрим Ничего при этом не показывает Даже, я не знаю, на фоне музыки нет Просто какой-то свист, послушайте Но я не... Что-то спердит у него, шипит на фоне О, это вообще достойный контент Ла-ла-ла-лан, окей, хорошо В 16 пошел он нахуй, контентом просто Но я не долбую по эту хуйню смотреть Если Хесу запустит часовой стрим, где он будет просто разговаривать на разные темы Я с удовольствием это посмотрю Да я бл***, что делаю? У меня начало каждого стрима сопровождается обычными разговорами, обсуждениями, общением Всяких разных событий, новостей, я не знаю, еще чего-то я много смотрел нарезок его стримов где он высказывался по каким-то ситуациям окей то есть он как человек интересный он умеет шутить но к сожалению он пошел по пути меньшего сопротивления и большей славы и просрочка пошел ты на своему стой стой досмотри до конца я хочу купить аккаунт на лол стим эпигейм спотифай телеграм стим ты найдешь то что искал заходи к ним самый безопасный сайт это лол стим лол стим купить или продать выбор большой посетить сайт выгодный прайс если хочешь играть посоветуй друзьям регистрируйся сам на своим вот этом артемом вульфом ты иди на если просрочка это база контент господи вот сейчас пойдем смотреть тем более там как раз за и зайди кайси на ту на секунду на стрим сейчас вот что такое кончик абсолютно у меня контент я не но это говно чувак а ты шо что ли а что не говно сидеть вот так вот как ты и просто что-то губами делать там не знаю все обсуждать постоянно что-то каждый раз разнообразие это должно быть какое-то на стримах помимо обычного диалога как подкаст какой-то когда сидишь что-то обсуждаешь ну должно быть какое-то разнообразие пойти видео какой-то посмотреть хоть иногда может быть там раз в сто лет поиграть в игру что это такое то нет надо постоянно сидеть просто разговаривать и обсуждать что-то. Душить, сидеть. Не, ну, видите, просто у Шевцова у него, скажем так, вкусы немного иные. Он на это смотрит, как дед старый. Вот, реально. Вот, знаете, деды любят что-то более такое консервативное. Ну, в плане, имеется в виду, когда я не знаю, подкасты они любят слушать, да? Подкасты. Подкасты. Я не знаю, какие-то видосы, где какой-то другой дед сидит и просто что-то рассказывает. Вот, они любят послушать. Вот. Им не интересно смотреть какое-то видео, где что-то прыгает, мигает там и так далее, мемы какие-то. Это уже более, ну, для более младшей аудитории, для детей. Вот. А и у него именно такие взгляды. Он любит что-то такое. Послушать, посидеть, попердеть, блять там на фоне. Опять же, как человек, как личность, как стример медийный. Он интересный. Спасибо за его. Но контент он выбирает, который популярный. Да у меня разный контент, разнообразный, господи, сука. К сожалению, общество хочет смотреть беременно в 16. Да не все у меня хотят смотреть беременно в 16. У меня в начале стрима, когда я просто обсуждаю что-то. Зрителей намного больше, чем на беременно в 16, как раз таки. Я просто пытаюсь угодить всем. И тем, и другим. И детям, и взрослым. Я за деньги не буду эту хуйню смотреть. Ну и дурак, блять. При этом потом ты же жалуешься, что у тебя там зрителей, блять, мало. И стоит тебе там как-то, я не знаю, там, как-то, я не знаю, ну, двинуться, просто сделать какое-то лишнее движение на стриме, и сразу все уходят. Ну ты сам приучил аудиторию к этой душной хуйне. Смотри. Я папича за деньги не смотрел, потому что это, блять, на уровне просрочки. Смотри. Секундочку. Просрочка – это духота, ты ошибаешься. Нет, там есть некоторые выпуски, которые реально душные. Некоторые. Некоторые. Ну, например, то, что сегодня мы будем смотреть, говорят, там жесткая хуйня. И поэтому должно быть интересно. Хесус, как будто я только... Все остальные стримеры, но это пиздец. Блять, ну, у Шевцова что? Типа, его мнение такое, что как будто бы все стримеры на Твиче должны обсуждать только политику, смотреть только какие-то серьезные видосы, где обсуждают политику, или что-то приближенное к этому. Да, то есть, никакого развлечения, никаких смехуёчков, никаких мемов, ничего подобного. А, в смысле, блять? Ну, а, в смысле? Что за хуйня? Люди заходят на Твиче, в первую очередь, развлекать себя, а не нагружать бесконечным потоком какой-то, блять, серьезной информации. По типу политики и всего остального. Поэтому я не зацикливаюсь на политике. Я, естественно, сначала могу что-то обсудить серьезное, потом пойти, блять, и мемы смотреть, просрочку смотреть, беременную смотреть, и так далее, и тому подобное. Конкретно Хесус такой стример, что... И ты сидишь на моем стриме. Да. Падаль. Ты за что, охуел? Так вот, конкретно Хесусу я готов смотреть практически все. О-о-о! Наш слоняра! Я тебе признаюсь, я смотрю тебя только до момента, когда ты начинаешь смотреть видосы на ютюбе, тиктоке, и... Я больше про попизделки дальше ухожу. Вот ты гандон, блять. Тут рот, блять. Я в ахуе. Зря. Вот ты дурак. Потому что ты, блять, даже походу и не пробовал. А ты попробуй остаться, а вдруг тебе понравится. Ты попробуй просто остаться хоть раз, блять. Вот останьтесь сейчас и попробуйте посмотреть просрочку, которая будет. Вам понравится? То есть, даже вот эти вот, то, что Леша назвал, беременна в 16-е в прошлое, и ты думаешь, что еще, короче, я могу с ним посмотреть, именно с Хесусом, мне это посмотреть интересно, просто на фоне. Это... Это просто говно контент. Нет, ты не понял, Хесус конкретно очень хорошо ведет стрим, глобально. Все, все, банан, я тебе рейд дам, все, заслужил. Да, да, я... И новости читает, и что-то реагирует. Не, ну, новости окей, какие-то окей. Я просто стрим... Я говорю конкретно про просмотр видосов. Не, ну, рубрика новостей, я ее буквально прям, ну, не то, чтобы я новатор какой-то, но... А кто еще делает так, как делаю я? Ну, типа, новости обсуждают там, блять. Кто еще это делает? Именно вот прям сидеть там, не знаю, в Телеграме, в предложке, показывать, читать, комментировать. Все, кто это делает сейчас, если это и делают, они спиздили у меня. Я первый это начал на Твиче делать. Все остальные или пытаются сейчас уже пиздить и подстраиваться. Вон, братишкин это начинает немножко делать. Спиздил. Как и другие тоже. А я это вот как бы, да, начал вот... Ждем, когда другие стримеры... Понимаете, тут какая ситуация? Если бы не ситуация в России сейчас, в политическом плане, да, все бы стримеры уже давным-давно адаптировали этот контент у себя бы на стримах. Они бы все уже сидели, обсуждали бы это активно, политику бы обсуждали, новости читали. Но многие просто боятся это делать, потому что, сами понимаете, тема серьезная, а они в России живут. Сейчас что-нибудь спизданешь не так, и все, и гг. Еще аудитория там тоже такая у них, да, которая воспитана каким образом, правильно. Политика это что-то очень ужасное, плохое. Мы вне политики, нахуй это нужно. Вот, поэтому да. Братишкин сейчас чуть-чуть пытается, вот, пытается, наверное, как я понимаю, немножко свою аудиторию перевоспитывать, на что-то более серьезное. Потому что он сам взрослеет, ему это тоже становится, наверное, интересным, и так далее. А вот, ну, сука, я тебе дам, блядь. Воровать мое не надо. Многие такие же, как и я, не смотрят такую хуету, как просрочку. Ее достаточно посмотреть один раз, потому такие видосы однотипные. Нет. Зачем тратить свое время? Они не однотипные, там разные ситуации бывают в магазинах. Вот мы сейчас посмотрим, там вообще пиздец говорят. Что, такое было раньше? Возможно. Но. А сейчас вообще трэш какой-то. Смотри, я говорю, я... Смотри. Да. Там, где он смотрит мои видосы, я смотрю, потому что мои видосы... Ну, тебе интересно про себя реакцию. Да. Да. О, сука. Короче, а Вульф смотрит про себя реакцию. При чем здесь? Я имею в виду, что... Смотри. Я не помню. Я еще, блядь, реакции для блогеров делаю, чтобы они потом смотрели, как я на них отреагировал или что? Причем... О, кстати, я когда был в Турции на свадьбе, ко мне же... Ну, я там с Романовым пообщался. Наконец-то, блядь, я с ним встретился. Ну, вот, который клипы снимает для Инстасамки, для Моргена и для всех остальных. Он подошел ко мне, такой, блядь, Хесус. Ты бог. Мы. Мы все. Когда ты делаешь реакцию, мы всей командой, блядь, собираемся и смотрим твои реакции. Спасибо тебе, блядь. Продолжай в том же духе. О, блядь. Я его... Я просто реально стримовок не смотрю, но когда я делаю рейдхессу, например, ну, там прям хочется задержаться. И он реально охуенно шутит. Подлизывается, подсасывается. Да нет, он реально охуенно стримит. Он реально стримит. Так нет, смотри, я же не говорю, что он плохо стримит. Я говорю, что он... Да, он хороший стримит, как... Кто? Скорее, видосы, где он себя раскрывает, которые он выбирает, я считаю плохими. То есть, ёбаная просрочка... Окей. И... И... Я не согласен. Но это пиздец. Онлайн, к сожалению, не на твоей стороне. Тебе нравятся... Типа разные однотипные сорта говна? Да. Онлайн... Потому что общество... Короче, все, я понял. Значит, банану даем рейд, Шевцова нет. Добавьте сами. На самом деле... Онлайн о политике выше. Вот тут ты не прав. Онлайн выше, когда мы общаемся. То есть, начало стрима, типа, как подкаст. Ну и плюс это начало стрима, время раннее. Но теперь уже давно, уже давно на политике онлайн меньше. Новости это не совсем политика. Но когда... Ну, вчера был 20 онлайн, потому что выборы американские. Но когда, например, мы идем смотреть Каца, или кого-то еще в этом плане, да? Раньше, как было, запускаешь витоз Каца, блядь, варламывали еще какого-то там оппозиционера. Онлайн растет. Сейчас все, людей это заебало. Сейчас идешь смотреть Каца, онлайн падает. Начинаешь еще там какое-то видео о политике смотреть, онлайн падает. Все. Ну, неинтересно это людям уже. Люди заебались. Поэтому на политике сейчас онлайн уже все. Он, ну, падает. Даже если взять стримеров, которые, например, только политику стримят. У них же тоже онлайны упали. Их смотрело в два раза больше. Сейчас в два раза меньше начали смотреть. Люди заебались от этого уже. Я скажу честно, в оправдании Хесуса есть, может, у меня что-то подобное было. На стриме это заходит идеально. Объясню почему. Я бы сам никогда не пошел смотреть Беременна с 16. Но за компанию со стримером и параллельно с этого угорать, да с удовольствием, реально. На фоне там, что-то пока там играешь или что-то убираешься, вообще заебись. Почти смотреть Беременна с 16. Я готов. Да. Я надеюсь, они потом посмотрели. А ведь, блядь, если бы Шевцов все-таки расслабил свое очко, блядь, напряженное вечно, и реально бы как-то, я не знаю, ну, с кайфом бы, я не знаю, ну, на позитиве бы решил посмотреть Беременна с 16. Комментирую это как-то смешно. Возможно, его бы в аудитории это понравилось. Нет, он сидит как дед старый, пердит, смердит, блядь. Вот это я не буду, это я тоже не буду. Ну и не надо, господи, блядь. Я Алеша, милый мальчик, я Алеша, сяду в танчик, я Алеша, ну я... Сяду в танчик.